Девушки отдыхают 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 разгар рабочего дня и немноголюдно, хотя машины какие-то проезжают. Давайте вот мы дальше на этом перекрестке посмотрим. Вот так вот выглядит город, которому лет сколько? Ну, около 300, 1700. Городу? Да. Что-то как-то такие цифры. Да, 300. Ну, я не знаю, друзья, легко посмотреть. Легко посмотреть где-нибудь в Википедии. Я, поскольку не смотрел, не знаю. А вы там вооружены и очень опасны. Можете все проверить. Тут есть какой-то очень симпатичный дом. Сейчас мы к нему подойдем. Такое ощущение, что это два разных дома. Один кирпичный, а другой вот с понтом каменный. С понтом кирпичный и с понтом каменный. Так они отделаны. Такое ощущение, что это два. Ну-ка, а это третий, что ли? Или все-таки тот же самый? Нет, наверное, все-таки это несколько домов. Наверное, это три дома. Красиво. Вот жили люди-то, правда? Вот, друзья, городок консервативный. Да и то сказать. Вот в таком жить законсервируешься. Вот такое все старинненькое. Как туристу, например, мне бы хотелось, чтобы где-нибудь вот так стояли столики прямо на улице. А-ля Италия какая-нибудь. И так, знаете, кофейку. И знаешь, вот, Алёна, ты как эстет. Ты человек дизайна. Вот скажи, просто вот пить кофеек, знаешь, так вот взял чашечку, так и пьешь. Или, например, пьешь, так скажешь. А мизинчик так еще оттопыриваешь мизинчик. Нет, можно без мизинчика сейчас. Мизинчик это 19 век. Да ты что. Друзья, а многие, вот так, которые к старине тяготеют, они и сейчас мизинчик оттопыривают и как бы выпендриваются, показывая нам всем, что они не так пьют кофе, как мы. И это не случайно. Я перешел на другую сторону этой небольшой улочки. В частности, в надежде, что ветра меньше. Я боюсь, что как бы нам микрофон не задуло. Но задувается. Нужно было, видно, идти в другую сторону. Да, друзья, не Европа. Но тоже, вот, пожалуйста, столики стоят. Можно было бы выпить кофейку. Но мы, мы, что здесь? Пивна. Друзья, пивна, это даже не хуже кофейку. Потому что это другой жанр. Друзья, если вы любите антиквариат, вам сюда. Тут еще под землей два этажа. Вам понравится. Так, а тут вот, что у нас? Ага, покушать. Но, видно, так культурно. Это, друзья, не магазин. Это музей. Это натуральный музей. То есть, в изумительном состоянии. Экспонаты. И очень-очень разные. Так, смотрите, как и мебелишка. Так, давайте я вон там сниму. Девочки, дайте я пройду. Дайте я вот сюда подойду. О! Посмотрите, как прикольненько. Очень классно. Какая прикольная штучка. Какой агрегат. Сейчас современные делают. Как бы под это дело. Так они чисто внешне выглядят. Но это не современный. Это прям вот из тех времен. Как я люблю, друзья, вот такие тарелочки. Ой. Все они разные. Не все есть как на ощупь. Они такой тонкий. Тонкий фарфор замечательный. Друзья, очень американские предметы. Очень американские. Примерно хочется на елку, под елку. Или там в сервант куда-нибудь. Насколько, друзья, лучше на свежем воздухе, чем вот в этом антикварном. Очень симпатичном. Но даже вот как-то и запахом прошлого пропитанного помещения. Как-то вот нам здесь... Ну, мне, во всяком случае, веселее. Мы свернули на боковую улочку. Вот. Свернули на боковую улочку. И боковая улочка тоже всякая неплохая, симпатичная. Видите, как тут у нас кафетерий. А там рядом хаверна. Мило. Давайте так мы наведем. Далеко не каждая боковая улочка выглядит так симпатично. Вот. По ходу нашего движения. Чувствуется, друзья, что в этих кварталах бьется гастрономический пульс этого города. Но мы приближаемся к месту, где бьется другой пульс. Отличный. Вот гастрономического. Вот в этом здании, друзья. Сейчас мы поближе так наведем. В этом здании бьется пульс сексуальный. Это такой, ну, типа секс-шоп. Если уж в чем мы будем-то выпендриваться, так и назовем его как есть. А вот, друзья, суд. Так, хочется сказать, народный суд. В 1796 году со ступенек вот этого суда была зачитана Декларация Независимости. Представляете? Давно дело было, правда? Вот так и стоит. Так мы смотрим на исторический даунтаун. Вот у нас тут здание ресторан. Флагов-то, флагов. Прям, ну, чисто понты. Вы видите, друзья, блеск и нищету американских даунтаунов. Вот так они, так они выглядят. Сколько населения у нас? 40 тысяч. В Рисбурге? Это районный центр. Районный центр? Лаундонской каунти. Понимаю. А Лаундонская каунти – это самая богатая каунти Америки. По доходам населения? По доходам на душу населения. Намного богаче в вашем каунти. То есть она на первом месте. Наверное, у вас какие-то земельные магнаты. Да, у нас старые деньги. Вот эти вот там дюпоны какие-то. То есть старые деньги все-таки продолжают приносить прибыль? Ну, просто как бы на всех делят же сразу доход. Получается. А людей мало. А денег много. Вы портите им показатели. Да, людей мало, а денег много. Друзья, это хорошо. Гораздо хуже, когда денег мало, а людей много. Правда? Да. А вот квартал от Даунтауна. Так, тоже, в общем-то, вполне жилое место. Видите, уже тут нет коммерческого ничего. Просто люди живут. Ну, такой домик запросто, ну, к миллиончику. А почему к миллиончику? Потому что мне это правда. Правда? Ага. Видишь как? А мы-то за миллиончик-то что видели, правда? Да. Да. Нет, друзья, я за миллиончик предпочитаю вот то, что там мы видели. Сколько езды отсюда был тот миллиончик? А, минут 10. Минут 10? Нет, а тот, да, минут 15 максимум. Друзья, 15 минут отсюда за миллиончик. Можно взять такое. Да. Нет, если кому-то хочется жить в историческом, знаете? Реально, вот в историческом. Вот это, кстати, кирпич настоящий. Да, настоящий. Это не спон там кирпичный домик-то? А у вас здесь нет землетрясений каких-то? Как-нибудь так нет такого? Маленькое очень было несколько лет назад. То есть не разрушает ничего? Хорошо, друзья, в квартале вот эпицентра событий городских. Ну-ка, вот. Эффектные женщины ходят. А это вот церковь, друзья. Церковь. И тут же еще при скул у них. Вот немножко с другого угла. Та же церковь. Сент-Джеймс. Окей. Угу. Ну что, друзья, и в таких домах люди живут, и не исключено, что живут они там неплохо. Так, мне кажется, вот, знаете. То есть место там есть. Место там есть определенно. Ну что, друзья, нравится вам город Лисбург? И вот этот дом. Какой? Смотри, вот этот. Так. Это как вчера, двумя флага надо было. Да, да. Тут еще у входа два флага надо. Один современный, а другой конфедератский. Друзья, Вирджиния, это как бы южный штат. Южный штат. В войне между севером и югом они были на стороне юга. Это, друзья, мы видим с вами такой местный Лисбургский горсовет. Или там горы с полком. Вот. Ну, в общем, городская власть тут находится. Первый человек, который курит. Вот я за последнее время вдруг и замечаю. Здесь не принято курить на улицах, да? Нет. Может, русские. Русские курят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова